Числовая последовательность Числовая последовательность Числовая последовательность Числа, образующие последовательность, называются первым, вторым, n членом последовательности И обозначаются, соответственно, a1, a2, a3, a4, an и так далее Давайте рассмотрим, какие же бывают последовательности На конкретных примерах Но последовательности могут быть бесконечные Ну вот, например, последовательность Нечетных чисел 1, 3, 5, 9, 11 и так далее До бесконечности Последовательность отрицательных Чисел, кратных 5 Вспомним, что значит кратных Значит, чисел, которые делятся на 5 Минус 5, минус 10, минус 15, минус 20, минус 25 и так далее Обратите внимание Что в данном случае мы можем говорить Что если каждый последующий член больше предыдущего То последовательность считают возрастающие Если каждый последующий член меньше предыдущего То последовательность считают убывающие Можно привести примеры последовательности Которые имеют конечное число членов Например, последовательность однозначных натуральных чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Последовательность двухзнаночных чисел, кратных 10 Это 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90 Последовательность мы можем задать некоторые формулы Ну вот смотрите Формула АН-го члена 2Н плюс 5 Давайте попробуем найти первый член На этой последовательности Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой Что мы делаем для этого? У нас в данном случае есть номер Н А первое Значит, вместо Н мы с вами подставляем 1 И считаем 2 умножить на 1 2 плюс 5 Получаем А первое Это 7 Аналогично Заполните Данную таблицу То есть вы считаете А второе А третье Ну, второе, я думаю, все посчитали Это у нас будет 9 2 умножить на 2 Плюс 5 Получаем А второе А второе равно 9 Третий член Несто Н подставили 3 Посчитали Результат Нужен получиться 11 Четвертый член Несто Н подставляем 4 Формулы АН-го члена Получаем Ответ 13 Ну, если вы обратите внимание То можно найти В данной последовательности Некоторую закономерность Вот 7 9 11 13 Что мы получаем? Если эту закономерность найти То мы видим, что каждый последующий член На 2 больше предыдущего Эта последовательность будет возрастающей И следующий член мы можем определить уже без формулы Это будет 15 Дальше 17 12 19 Соответственно 21 Вот эта особенная последовательность Которую мы дальше назовем Арифметической прогрессией И рассмотрим у нее свойства И Какие формулы основные Нужно будет знать по ней Но мы об этом поговорим Чуть позже Сейчас обратим внимание На задание Которое предлагалось На централизованном тестировании В 2020 году Последовательность АН Задана формула Н-го члена АН равно 2 В степени Н-1 Умножить на скобку 8-Н Задание Найти Пятый член Этой последовательности Ну опять же То, что мы с вами Только что делали Для другой формулы Значит, что мы берем Нас Спрашивается Пятый член Значит, Н у нас Равно 5 И формулы Вместо Н Подставляем А5 И записываем 2 в степени 5 минус 1 Умножить на 8 Минус 5 И таким образом Получаем А5 Равно 2 в четвертой Умножить на 3 2 в четвертой Это у нас Получается 16 Умножаем на 3 Получаем 48 То есть В этом случае Мы получаем Пятый вариант Ответа На репетентном Тестировании 17-18 Учебного года На первом этапе Предлагалась Задача А6 Последователь С АН Задана Формула Н-ого члена 1 четвертая Умноженная На Н-4 В квадрате Определить Под каким Номером В эту Последовательность Входит Число 16 Что Здесь Нужно иметь Ввиду Что нам Дано Нам дана Формула Н-ого члена И Дан Сам Какой-то Н-ый член То есть Мы можем В данном Случа Записать Что у нас АН-ое Уже известно Это 16 И Наша С вами Задача Найти Его Номер То есть Для этого У нас Уже Требуется Подставляя Формулу Места Н-ого 16 Мы получаем Уравнение Ну и Чтобы его Решить Что мы Будем делать Конечно Для простоты Давайте умножим На 4 Левую Правую Часть И перепишем Данное равенство Справа Налево То есть 7 Уже Н-7 В квадрате Будет равно Соответственно 64 И теперь Мы не будем Возвозить В квадрат А выясним Когда квадрат Равен 4 Это может быть Два случая Когда 7 Минус Н Равно 8 Или 7 Минус 7 Н-7 Равно Минус 8 Таким образом Из первого Равенства Получаем Н Равно 15 Из второго Равенства Мы получим Н Равно Минус Единица Но поскольку У нас Н Это номер Нашего Члена Значит У нас Н Может принимать Только Натуральное Значение Поэтому В данном Случае Минус 1 Нам Не удовлетворяет И В ответ Мы выбираем Только Значение 15 Таким Образом Из предложенных Вариантов Ответа Наш Ответ Будет 5 Посмотрим Задачу Репетиционного Тестирования 19-20 Года Которая Предлагалась На третьем Этапе Уже Задача В части Б То есть Вариантов Ответа У нас Не Предлагается И Ответом Данному Заданию Должно Служить Целое Н Член Задача Гораздо Сложнее Предъявленных Выше Значит На что Нужно Здесь Обратить Конечно Внимание Обратить Здесь Нужно Внимание На следующее Что Формула Н Члена Может Быть Рассмотрена Как Некоторая Функция От Переменной Н 243 Умножить На Н Минус 4 Н В Квадрат Какая Это Функция А Это Есть Квадратичная Функция Если Это У нас Была Функция Переменной Х Ну И В принципе Это Будет У нас Числовая Функция Если Рассмотреть Н На Множестве Н Н Чисел То Есть Все Точки Которые Мы Построили В системе Координат Согласно Этой Функции Они Полежали На Некоторой Параболе Что Мы Знаем О Данной Квадратичной Функции Первое Что Обратим Внимание Что У нас При Н Квадрате Стоит Число Минус 4 Меньше Нуля Значит Ветви Параболы Направлены Вниз И Теперь Что Мы Можем Выяснить Схематично Давайте Изобразим Вот Парабола У нас Некоторая Ее Ветки Направлены Вниз На Наибольший Член Нам Нужен Найти Последовательности Если Вспомнить О Наибольшем Значении Функции То Наибольшее Значение Функции Это Наибольшее Значение Y Где В этом Случае У нас Будет Наибольшее Значение Y Давайте Условно Ведем Систему Координат Схематично Ось Ординат Ось Абсцисс Значит Наибольшее Значение У нас Функция Достигает Вершине Парабола Y Вершина Абсцисса Это будет X Вершина Так вот Если Мы Вспомним Формулу Абсцисс Вершины Параболы Минус B На 2 А И Из нашей Функции Подставим B У нас 243 А У нас Минус 4 И Подсчитаем Давайте Подставим Минус Не забыли Передробью На 2 Умножить Соответственно На минус 4 То есть У нас Получается 243 Восьмых Выделив Целую часть У нас Получится 30 Целых 3 Восьмых То есть Это у нас Абсцисса Вершины Параболы Заметьте Что у нас Получилось Абсцисса Не являющаяся Натуральным Числом Значит Номером Нашей Числовой Функции Она Не может Являться Какие Ближайшие У нас Точки Значит У нас Ближайшая Точка Соответственно 31 Натуральное Число И Соответственно 30 В какой Из данных Значения Икса Наша функция Будет принимать Наибольшее Значение Это зависит От чего От того Какая Из этих Точек Ближе К 30 Целых 3 Восьмых И В данном Случае Можно Выяснить Что у нас В данном Случае Число 30 Ближе Числу 30 Целых 3 Восьмых Чем 31 Если У вас Есть Проблема С Работой С дробями Или вы Боитесь Сделать Ошибку Ничего Страшного Найдите Значение Функции В точке 30 Как мы Это делаем Мы Место Н Подставляем 30 То есть 243 Умножаем На 30 Минус 4 Умножить На 30 В квадрате И нехитрыми В общем-то Вычислениями Вы должны Будете Получить 3690 Подставим Значение 31 То есть 243 Мы умножаем На 31 Минус 4 Умножить На 31 В квадрате Если вы Посчитаете Вы получите 3689 Поэтому Значение В точке 30 У нас Будет Больше Чем Значение Функции В точке 31 Таким Образом Мы Получаем Что Наибольшее Значение 3690 Записываем Ответ 3690 Подобная Задача Было Централизованно Тестирование В 2021 Году Давайте Посмотрим Это Правда Задание Уже Было В 10 Числовая Последовательность Задана Формулой АН Члена 2Н Квадрат Минус 15Н Найти Наименьший Член АН Этой Последовательности И его Номер М В ответ Надо Записать Значение Выражения М Умножить На АН Ну-ка Давайте Сравним Если Мы Формулу Н Члена Также Распишем Как Функцию 2Н В квадрате Минус 15Н Опять Мы имеем Дело С квадратичной Функцией Только Здесь Уже Коэффициент Первый 2 Больше Нуля Значит Ветви Параболы Будут Расположены Вверх Если Опять И рекомендую Вам Сделать Наглядный Рисунок Допустим Это Так Парабола Идет Значит У нас Посмотрите Речь В задаче Идем Систему Координат Х Игра Наша Задача Идет Речь Про Наименьший Член Данной Последовательности Данная Функция Достигает Своего Наименьшего Значения В Точке С абсциссой Х Вершина И опять Технология Решения Данного Задания Аналогична Предыдущему Попробуйте Самостоятельно Сделать Это Задание А я Сейчас Вам Покажу Результат Которому Вы Должны Прийти Посмотрите Значит Мы находим По формуле Еще раз Я вам Напоминаю Формулу Эту Нужно Обязательно Знать Абсциссу Дершины Парабол Минус Б На 2 А Подставляем Получаем В этом Случае 15 четвертых То есть 3,3 Четвертых Значит Натуральные Числа Соседние К данному Значению Это будет 3 и 4 Но Можно Сравнивая Значение С 3,3 Четвертых Определить Что У нас Номер Ближайшее Целое К 3,3 Четвертых Будет Именно 4 Но еще раз Обращаю Внимание Можно Просто Подставить Значение 3 Функцию И посчитать Значение Функцию Потом Подставить 4 И убедиться Что В точке 4 У нас Значение Функции Будет Наименьшее То есть Минус 28 Но Внимательно Читайте Пожалуйста Задание Найти Надо Наименьший Член Мы его С вами Нашли Минус 28 И его Номер Номер Данного У нас Члена Равняется 4 И таким Образом Ответ Будет Минус 112 Вот Мы подошли Теперь К определенной Числовой Последовательности Которую Назвали Арифметической Прогрессией Что Это За Такая Последовательность Это Такая Последовательность Каждый Член Который Начиная Со Второго Равен Предыдущему Сложенному С одним И тем Же Числом То есть Если Мы Вернемся С вами К Последовательности С которой Мы с вами Определяли Посмотрите В таблице Первой То вот Как раз Эта Последовательность 7 9 11 13 15 17 19 21 Она Будет Образовать Арифметическую Прогрессию Почему Потому что Каждый Член Начиная Со Второго Равен Предыдущему Плюс Одно И то же Число Два То есть Общая Формула Она Называется Рекуррентной Формулой Определяющей Каждый Член Через Предыдущий АН Плюс Первый Член Равен Предыдущему АН Плюс Некоторое Число Д Это Число Д Называется Разностью Арифметической Прогрессии То есть Если Вот Смотреть В нашей Последовательности То У нас Получается Разность Д Равна Двум Ну Вот Посмотрите На Предъявленные Вам Некоторые Последовательности Вот Одна Из Них Будет Арифметическая Прогрессия Проанализируйте Каждую Из Я думаю Что Вы С этим Простым Заданием Справились Обратив Внимание Что Если Мы Смотрим На Числовую Последовательность Заданную Под Пунктом А То Здесь Один Четыре Девять Шесть Мы Не Можем Сказать Что Мы Прибавляем Одно И то же Число Здесь Получается Плюс Три Чтобы Получить Четыре Чтобы Получить Уже Девять У нас Нужно Прибавить Пять Если Посмотрим На Числовую Последовательность Под Пунктом А То Чтобы Получить Второй Член Значит К Предыдущему Минус Тройке Первому Члену Мы Что Делаем Мы Прибавляем Число Минус Три Далее К Минус Шести Прибавляем Минус Три Получаем Минус Девять И Далее К Минус Девяти Прибавляем Минус Три Получаем Минус Двенадцать Таким Образом Вот Эта Числовая Последовательность Образует Арифметическую Прогрессию С Разностью Равная Минус Три И Третью Б Проверяем Что Мы Замечаем Что Здесь Закономерности Нет Значит Данное Число Не Является Арифметической Прогрессией Вот Заметьте Интересный Факт Который Можно Уже Мы Примем В дальнейшем Как Свойство Что У нас Арифметическая Прогрессия Может Обладать Свойством Возрастания И убывания Если Мы Рассмотрим Вот эту Последовательность Под пунктом Б Мы Прибавляем Отрицательное Число И Каждый Следующий Член Был Меньше Предыдущего Значит Это Была Арифметическая Прогрессия Убывающая Если Наши таблицы Посмотрите То Каждый Последующий Член На 2 Был Больше Предыдущего Мы Прибавляем Число 2 И Получили Возрастающую Арифметическую Прогрессию То Можем Заметь Что Если У нас Разность Больше Нуля То Наша Прогрессия Будет Возрастающей Если У нас Была Разность В пункте Б Равная Минус 3 Меньше Нуля То В этом Случае Мы Будем Говорить Что Арифметическая Прогрессия Убывающая Для Каждой Арифметической Прогрессии Заданной Формулой Н-ного Члена Укажите Ее Разность Задание Чем Интересно Что Его Можно Конечно Решить Несколькими Способами Самый Простейший Наверное Путь По которому Пойдет Большинство Из вас Это Зная Формулу В данном Случае Н-ного Члена Мы Без проблем Подставляя Значение Для Н Допустим Единица Можем Найти Первый Член То есть Это 4 умножаем На 1 Плюс 3 У нас Получается 7 Подставляя Значение Номер 2 Мы Находим Второй Член Данной Последовательности 4 умножить На 2 Плюс 3 Мы Получаем 11 И Чтоб Найти Разность Данной Последовательности Мы Должны Что От Последующего Члена Отнять Предыдущий То есть 11 Минус 7 Мы Получаем 4 То есть У нас Для пункта А У нас Получается Соответствующий Ответ Второй Д Равно 4 Аналогично Можно Сделать Остальные Номера Но я Хочу Вам Показать Общий Подход Когда Мы Можем Определить Разность Через Формулу Н Члена Давайте Это Сделаю Я Покажу На Пункте В У нас Задан В Н Член 2 Н Плюс 4 Значит Последующий Член В Н Плюс Первый Будет Значит Как Его Определить Через Предыдущий В данном Случае Просто Формулу Вместо Н Подставляем Н Плюс 1 И Таким Образом Чтобы Нам Найти Разность Значит Мы Из Последующего Вычитаем Предыдущий Член И Получаем 2 Н Плюс 1 И Плюс 4 Мы Вычитаем Б Н Член Раскрываем Скобки Не Не Забываем Минус Перед Скобкой Меняет Все Знаки И Мы С Вами Таким Образом Что Получаем 2 Н Минус 2 Н Займ Уничтожать 4 Минус 4 У нас Получается 2 То есть В пункте Нашем Б Мы Получаем Соответственно Ответ Под Цифрой 3 Вот Это Общее Доказательство Не Подставляя Конкретное Значение Для Номера Н Ну и Пункте В Если Вы Посмотрите Я думаю Возможно Вы нашли Кое-какую Закономерность Когда У нас Задана Арифметическая Прогрессия В виде Формулы К Н Плюс Б То Ответом Для Пункта Б Вы Выбрали Какой Результат Четвертый Проверьте И Очень Интересную Закономерность Обратите Значит Пункт А нам Дал Второй Результат Пункт Б Третий Пункт В Четвертый Обратите Внимание На Коэффициенты Стоящие При Н И На Полученную Разность В принципе Легко Доказать Что Разность Если Прогрессия Задана Формулой В данном Случа Общая Формула А Н Членов К Умножить На Н Плюс В Эта Формула Всегда Будет Выражать Арифметическую Прогрессию И В данном Случа Разность Всегда Будет Равна К То есть Вместо К Можно Поставить Сразу Д Что Кстати Напоминает Вам Эта Формула Конечно Эта Формула Напоминает Линейную Функцию Так Вот Все Точки Если Построить В системе Координат Для Арифметической Прогрессии Лягут На Прямую Это Тоже Одно Из Особенностей Арифметической Прогрессии Но Есть Еще Характеристическое Свойство Арифметической Прогрессии Ведь Название Для Прогрессии Арифметической Придумано Не Зря Арифметическая Прогрессия Почему Она Так Названа Оказывается Что Каждый Член Последовательности Начиная Со Второго Есть Среднее Арифметическое Между Предыдущими И Последующими Членами Нашей Прогрессии Запишем Вот Среднее Арифметическое Это Сумма Соседей Для Н Члена Н Минус Первый Н Плюс Первый Член Делим На 2 Давайте Посмотрим С вами Простенькую Задачу У нас Даны Дана Последовательность Х1 Х2 4 Х4 14 Предлагается Найти Четвертый Член Данной Последовательности Если Эта Последовательность Дана Как Арифметическая Прогрессия То Используя Свойство Характеристическое Х4 Мы можем Найти Как Среднее Арифметическое Хотела А написать Напишу Х3 Плюс Х5 Деленое На 2 Х3 Член У нас 4 Пятый Член У нас 14 Делим На 2 И Получаем Ответ То есть Четвертый Член У нас Равен 9 Ну Например Если Я В этой Последовательности Захотела Найти Сотый Член Допустим То Конечно Прибавляя Предыдущему Одно И то Же Число Я Могу Посчитать Сотый Член Насколько Это Будет Длинно Поэтому Конечно Есть формула Которую Нужно Обязательно Знать Формула Н Члена Арифметической Прогрессии Которая Нам Позволяет Зная Первый Член И Разность Арифметической Прогрессии Найти Любой Н Член Ну Вот Давайте Посмотрим По Нашему Примеру Дана Та же Самая Арифметическая Прогрессия У нас Вот Х1 Х2 4 Мы уже с вами Определили Что это 9 будет 14 И так далее Бесконечность Как нам найти Сотый Член Возвращаемся К нашей формуле АН Члена То есть В данном случае Х сотый Член Это будет Х1 Плюс Н У нас 100 Минус 1 И умножить На разность На Д Давайте Определим Какая у нас Разность 9 Минус 4 Это Есть 5 Значит Нам Надо Умножить На 5 Х1 У нас Неизвестно Ну В данном Примере Мы можем Очень легко Найти Второй Член Через Третий Значит У нас Х2 Будет Равно Чему Х3 Минус Разность То есть У нас Получится 4 Минус 5 Это Минус 1 И Соответственно Первый Член Я тоже Могу Определить Через Х2 Это У нас Уже Будет Минус 1 Минус 5 Это Будет Минус 6 То есть Наша Последовательность Имеет Первым Членом Число Минус 6 Значит Сюда Мы подставим Минус 6 И Высчитаем Без проблем Сотый Член То есть Минус 6 Плюс 99 Мы умножим На 5 И Таким Образом Получаем Ответ 489 Конечно Можно Было Решить Тому Задачу По-другому То есть Мы могли Бы Сразу Найти Х1 Ну Давайте Посмотрим Задачи Централизованного Тестирования 12 Года Это Было Задание А6 Значит В данном Случае Предложено Что число 125 Является Членом Арифметической Прогрессии 2 5 8 11 И так Далее Нам Нужно Указать Номер Этого Члена Конечно Здесь нам Поможет Формула Н Члена Еще раз Давайте Запишем А Н Это А1 Плюс Д Умножить На Н Минус 1 В нашей Последовательности 2 5 8 11 Мы Можем Найти Разность Простым Действием Из Второго Члена Я Отниму Предыдущий Первый И получу Разность Равная Тройке И теперь Поскольку У нас Дано Число 125 Которое Будет Являться Каким-то Членом Данной Последовательности Поэтому Форму Поскольку Эта Последовательность Является Арифметическая Прогрессия Значит Форму Члена Арифметической Прогрессии Мы Подставляем 125 Первый Член А1 В нашем Значении Это Равно 2 Подставляем 2 Плюс 3 Номер Нам Этого Члена Неизвестен Значит Решая Данное Уравнение Мы С вами Ответим На вопрос Поставленный Задач Значит Решаем Можно Раскрыть Сразу Скобки И Сделать Какие-то Преобразования То есть Вы В данном Случае Придете К уравнению 3 Н У нас Будет Равно 126 То есть Мы Переносим Двойку 123 И Здесь Еще Будет Минус 3 Переносим Плюс 3 Таким Образом Н Будет Равно 126 Деленое На 3 Его Номер Будет 42 То есть В данном Случае Первый Вариант Ответа Наша Задача Верная В пятнадцатом Году Была Задача А3 Совсем Простая Я думаю Вы Ее Решите Самостоятельно Потому Что Подобную Задачу Мы Рассматривали Выше И Я Вам Обращала Ваше Внимание Что Если У нас Арифметическая Прогрессия Задана Формулой 6 Н Минус 1 То Найти Эту Разность Этой Прогрессии Можно Либо Вычисляя Два Любых Последовательных Члена Этой Прогрессии Подстановкой Место Значения Натуральных Чисел Либо В общем Виде Либо Выйти На то Что Мы Заметили Закономерность Что Данная Разность Должна Равняться 6 Значит На репсионном Тесте Радио Сто Двенадцатого Года Задание А Восемнадца Посмотрите Пожалуйста Здесь Уже В этом Случе У нас Дана Последовательность Которая Является Арифметической Прогрессией Но Она Задана Первыми Двумя Членами То есть Из записи Минус Двадцать Целых Три Десятых И дальнейшее Число Минус Восемнадцать Четыридесятых Мы можем Выписать Что Первый Член Этой Прогрессии Минус Двадцать Целых Три Десятых Второй Член Минус Восемнадцать Целых Четыре Десятых Значит Нам Надо Найти Номер Первого Положительного Ее Члена Значит Что Мы Первое Должны С вами Выяснить Конечно Мы Будем Воспользоваться Опять Формулой Ного Члена Но Чтобы Прийти К этой Формуле Значит Сразу Мы Определим Разность Этой Прогрессии Через А Второе Минус А Первое То есть Минус Восемнадцать Целых Четыре Десятых Мы Вычтем Минус И Минус Двадцать Целых Три Десятых Что Нам Даст На Плюс Обратите Внимание И Таким Образом У нас Получится Ответ Одна Целая Девять Десятых Ну И Теперь У нас Остается Опять же Вспоминаем Формулу Ного Члена И Записываем А Н Это А Первое Плюс Д На Н Минус Один Что У Нас В данном Случе Известно Что Вот Наш А Н Член Должен Быть Больше Нуля Значит Нам Придется Решать Неравенство Вместо А Первого Записываем Минус Двадцать Целых Три Десятых Д Мы Нашли Одна Целая Девять Десятых Н Минус Один И Решаем Неравенство Больше Нуля Раскрывайте Скобки Преобразовывайте Данное Выражение И У вас В итоге Должно Получиться Одна Целая Девять Десятых Н Если Вы Раскройте Скобки У вас Здесь Будет Минус Одна Девять Десятых И Минус Двадцать Целых Три Десятых Это Получится Соответственно Минус Двадцать Две Две Десятых И Если Мы Переносим За знак Неравенства То У нас Получится Больше Двадцати 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 Двадцатых Двидесятых Проверяйте Себя Ну и Чтобы Н Н Соответственно Нам Надо Двадцат Двадцать Двидесятых Разделить На Двадцать Двидесятых При Вычислении Десятичных Дробей Которая Записана В Обыкновенной Конечно Домножим На Десять Числитель И Знаменатель И Выделим целую часть, то есть у нас n будет больше 11,1319, но мы же помним, что n это у нас номер, значит это какое-то натуральное число, и поскольку в задаче стоит номер первого положительного, а n должно быть больше 11,1319, то есть первое натуральное число, следующее за этим числом, будет 12. Таким образом у нас в этой задаче второй вариант ответ 12. Заметьте, что задачи решаются несложно, и мы сейчас применяем только лишь одну формулу n-ого члена. Главное не сделать ошибок вычисления. Посмотрим следующий пример. Хочу обратить ваше внимание на то, что в данном примере у нас дана арифметическая прогрессия, сумма пятого и первого ее члена равна 24, произведение второго и третьего равна 60. Нам нужно найти первый ее член и разность. Возьмите себе на вооружение для решения такого типа задачи. У нас очень много неизвестно. Поэтому такие задачи решаются первый этап. Мы должны свести к наименьшему количеству неизвестных. a5, a2, a3. Мы можем каждый из этих членов расписать через формулу n-ого члена. И таким образом у нас только будет две неизвестных. a1 и d. И конечно же такие задачи решаются через решение систем полученных уравнений. Давайте посмотрим на подробное решение данной задачи. Вот мы записали систему. Мы расписали а5, а2, а3 по формуле n-ого члена. И в данном случае у нас осталось только прорешать каждое данное уравнение. Я обращу внимание только на более рациональный прием решения таких систем. Что вот в этом уравнении, когда мы распишем а5, как а1 плюс 4d, у нас получится 2а1 плюс 4d равно 24. Поделите это уравнение левую и правую часть на 2. И вы тогда получите более простой ее вариант. а1 плюс 2d равно 12. Что самое интересное, что во втором уравнении у нас есть один из множителей, который получился, когда расписывали а3, как а1 плюс 2d. Поэтому мы используем метод подстановки. Посмотрите, а1 плюс 2d из первого уравнения мы можем сразу подставить во второе уравнение вместо второго множителя. Разделив второе уравнение на 12 соответственно, мы с вами находим а1 плюс d равно 5. Ну и вот получилась система двухлинейных уравнений с двумя неизвестными, которую можно выражать одну переменную через другую. Но лучше всего я бы предложила использовать здесь метод сложения. То есть из первого уравнения мы вышли второе уравнение. Смотрите, а1 минус а1 взаимно уничтожаются. 2d минус d мы сразу получаем d. 12 минус 5, 7. То есть моментально получили d. И подставляя 7 в одно из уравнений данной системы, ну, наверное, быстрее будет во второе место d поставьте 7. И найдете а1 как 5 минус 7, то есть минус 2. Давайте посмотрим следующее. Мы сконцентрируем сейчас наше внимание на основные свойства арифметической прогрессии, которые полезно знать для решения задач, связанных с арифметической прогрессией. Запишите. Первое свойство, что числовая последовательность будет являться арифметической прогрессией тогда и только тогда, когда каждый ее член, начиная со второго, есть среднее арифметическое предыдущего и последующего ее членов. Об этом мы говорили уже как характеристическом свойстве арифметической прогрессии. Второе интересное свойство, что оказывается для любой арифметической прогрессии, если суммы номеров p и m, k и l будут равны, то суммы самих членов a, p, t и a, m будет равно сумме a, k и a, l. Как следствие из этого свойства, что в любой конечной арифметической прогрессии суммы членов, равно отстоящих от его концов, равны между собой и равны сумме крайних членов. Вот я хочу вам показать, как это работает на тех последовательностях, которые мы с вами уже рассматривали. Самое интересное, что вот эти последовательности, они являются в нашем случае арифметической прогрессией. Посмотрите, вот первая бесконечная последовательность у нас была. Значит, у нас получается следующий вариант. Давайте глянем. Первый член – это у нас единичка. Второй член – троечка. Третий – пять. Четвертый – семь. Пятый – девять. Шестой – одиннадцать и так далее. Что значит данное свойство, которое мы только что записали? А вот посмотрите, я беру а первый член плюс а шестой, данное свойство утверждает, что если я прибавлю а второе и а в данном случае пятое, то эти суммы будут равны. Посмотрите на индекс один плюс шесть – семь. Два плюс пять – семь. Давайте проверим. Первый член у нас был сколько? Один. Шестой член – одиннадцать. Второй член у нас был три. Пятый член был девять. То есть у нас получается 12 равно 12. И это работает для любых равностоящих членов, если последовательность у нас будет конечная. Ну давайте посмотрим на вот это и последовательность. Это тоже у нас арифметическая прогрессия. То есть у нас получается в данном случае, если мы возьмем а первое, это у нас единица, второй, третий, четвертый, пятый и так далее, возьму а девятое, это девять. Значит, сумма равностоящих. Вот я возьму первое и последнее, допустим. Значит, он будет, соответственно, равностоящий на вторых местах от наших крайних членов. Это а второе плюс а восьмое. Посмотрите, один плюс девять – десять, два плюс восемь – десять, и один плюс девять у нас десять, два плюс восемь, посмотрите, три плюс семь – тоже десять, четыре плюс шесть – тоже десять. И так выполняться будет для всех членов, если эти члены являются членами арифметической прогрессии. Очень интересное свойство, доказывается оно просто, мы сегодня доказывать это с вами не будем, но вспомните, если встретится какая-то подобная задача. Кроме этого, мы уже с вами говорили, что у нас арифметическая прогрессия может задаваться формулой КН плюс Б, напоминающей линейную функцию. И наоборот, запомните, что если последовательность у вас будет дана и выражена такой формулой КН плюс Б, то не сомневайтесь, она будет являться арифметической прогрессией. Ну и мы тоже с вами говорили уже, что прогрессия может обладать свойством убывания и возрастания. Это связано со знаком разности арифметической прогрессии. Если наша разность положительная, то прогрессия будет возрастающей. Если разность отрицательная, то прогрессия у нас будет возрастающая. Вот интересно, давайте запишите задачу. К решению ее мы вернемся чуть позже. Но возможно, пока мы будем разбирать другие задачи, вы параллельно сможете решить самостоятельно и эту задачу. Родители ко дню рождения своего сына Андрея решили купить и обновить ему мобильный телефон. Для этого они в первый месяц отложили 65 рублей, а в каждый последующий месяц они откладывали на 20 рублей больше, чем предыдущий. Вот интересно, какая же сумма соберется у родителей Андрея через 10 месяцев. Ну, пока вы можете параллельно решать задачу, я вам расскажу про историю математики и про Карла Гаусса, который, в общем-то, связан именно с выводом формулы суммы первых членов арифметической прогрессии. Когда Карлу было всего лишь 9 лет, учитель задал одну задачу всему классу – найти сумму первых 100 натуральных чисел. Так вот, дело все в том, что через одну минуту Карл решил эту задачу. И только к концу урока с этой задачей исправили все остальные. Что же сделал Карл? Давайте посмотрим. Вот он. Значит, задача была следующая. Найти сумму первых 100 чисел. Значит, если мы на сегодняшний день будем рассуждать, то у нас задан первое чем последовательство 1, 2, 2, 3. Значит, каждое последовательное на единицу больше предыдущего. Либо можно применить характеристическое свойство арифметической прогрессии 2 и среднее арифметическое соседей. 1 плюс 3 делить на 2 – это 2. Все. Значит, это последовательное будет арифметическое прогресс. Сотый член мы знаем. 100. Мы знаем, что таких слагаемых 100. Как же найти сумму? Выпишем эту сумму от 1 до 100. Потом возьмем. И запишем эту же сумму, только начиная от 100 до 1. Если сложить, то мы получим удвоенную сумму. И посмотрите, как интересно получается, что у нас получилось 100 слагаемых, каждый из которых равен 101. Поэтому, чтобы найти эту сумму, нетрудно заметить, что это 101 надо вножить на 100. Но поскольку нам надо сумма, то мы делим на 2 и получаем моментальный ответ, который получил таким образом быстро Гаусс. И таким образом была выведена формула последствий, конечно же, n-ого члена, суммы n первых членов арифметической прогрессии. Давайте мы с вами ее запишем. Сумма n первых членов арифметической прогрессии вычисляется следующим образом. В числителе дроби сумма первого и n-ого члена, деленная на 2 и умноженная на их количество, на n. Посмотрите, вот эта первая формула, она обязательна для запоминания, но есть еще и вторая формула. Запоминать ее нет необходимости. Она выводится просто мгновенно, если вы заметите, что вот в этой сумме у нас присутствует а-н-ое. Подставив формулу n-ого члена вместо а-н-ое, вы сразу же получаете вторую формулу. То есть в данном случае, если вы ее помните, она несложная для запоминания, то можно ее пользоваться, а можно, зная первую формулу и формулу n-ого члена, подставить, либо отдельно вычислить n-ый член, и потом подсчитать сумму от первого члена. Давайте обратимся к примеру простому. Дана арифмическая прогрессия, первый член которой 12, а разность равна минус 3. Найти сумму первых 16 ее членов. Значит, можно записать, если у нас по формуле сумма s 16, это у нас есть а1 плюс а16 делить на 2 и умножить на 16. Можно, конечно, воспользоваться второй формулой. Ну, давайте посмотрим два варианта решения этой задачи в готовом виде. Значит, если мы подставляем в первую формулу, нам надо найти 16 ее член. Значит, мы применяем формулу n-ого члена а16, это а1, у нас есть 12, умножаем на d, у нас минус 3, и, соответственно, n-1, то есть 16, минус 1, это 15, подсчитываем, получаем 16, наш член будет минус 33. И подставляем теперь нашу формулу. Вместо а1 подставляем 12, вместо а16 минус 33, умножаем на 16, делим на 2. Хочу обратить ваше внимание при подсчете этих формул, ведь мы ее записываем вот в данном случае как умножение на 16 и деление на 2. Можно ее и так записать. Не забывайте, если у нас n делится на 2, почему бы эту дробь не сократить для более простого вычисления. Ну, и, конечно же, второе решение, это у нас получается следующий вариант, когда мы применяем формулу 2а1 плюс d на n-1, деленное на 2 и умноженное на n. То есть тогда моментально получается ответ. Выбор за вами. Следующий пример. Найти сумму всех последовательных натуральных чисел с 50 до 120. Что здесь? Давайте порассуждаем. 50 у нас будет выступать уже первым членом. И, соответственно, у нас n-ый член – это 120. То есть нам надо найти сумму натуральных чисел. То есть 50, 51, 52 и так далее до 120. Чтобы вычислить по формуле s, n-ого, а первое плюс а, n-ое на 2 и умножить на n. Нам нужно что знать? Нам нужно знать n. Сколько таких чисел? Чтобы узнать количество чисел, конечно же, мы можем в данном случае применить опять же формулу n-ого члена. Посмотрите. а, n-ое – это а первое, вспоминаем опять формулу, на d на n-1. Если у нас в данном случае последовательные числа, значит, у нас задача дано, что разность равна единице. Поэтому, подставляя даже вот в эту формулу, вместо n-ого мы подставим 120, вместо а первое – 50, до единичку я писать не буду, на n-1. Посмотрите, у нас получается n равно… Это надо что сделать? От 120 отнять 50 и прибавить 1. Если запомните, у нас последовательность с шагом в единицу, у нас всегда количество можно находить. От n-ого отнимаем первый и прибавляем единичку. Таким образом, у нас получается 71 член у данной последовательности. Ну, и уже не составляет труда, я думаю, найти S71, то есть 50 плюс 120 делим на 2 и умножаем на 71. Подсчитайте и убедитесь, что ответ будет 6035. Ну, вернемся к задаче, которую я вам задала в начале. Родители ко дню рождения своего сына для покупки телефона первый месяц отложили 65 рублей. А в каждой последующей они откладывали на 20 рублей больше. Что мы получаем за последовательность? Каждый следующий член на 20 больше предыдущего. То есть наша последовательность, если мы ее запишем, будет образовывать арифметическую прогрессию. В которой что будет известно? Будет известен первый ее член. Будет известна разность 20, и мы собираем эти денежки 10 месяцев. То есть n равно 10. Чтобы узнать, сколько денег соберется за 10 месяцев, мы должны применить формулу суммы n первых членов арифметической прогрессии. То есть используем вторую формулу для более быстрого подсчета, потому что, чтобы не высчитывать а десятая, хотя вы это можете тоже сделать. И подставляя значение в данную формулу, мы таким образом узнаем, что за 10 месяцев родители нас собирают 1550 рублей. Я надеюсь, что некоторые решили эту задачу самостоятельно. Перейдем к следующей задаче. Найти сумму всех двузначных натуральных чисел. Казалось бы, задача не сложная, но проблема при ее решении вызывает, что вроде как ни одного числового данного нет задачи. Значит, эти числовые данные вы должны записать просто сами. Сумма всех двузначных чисел. Какое самое маленькое двузначное число у нас? Конечно же, 10. Какое самое большое двузначное число? Конечно, 99. И каждое последующее, начиная от 10, у нас что будет на единицу больше предыдущего? То есть, эта последовательность у нас образует арифметическую прогрессию. И наша задача найти, что? Сумму всех этих двузначных чисел от 10 до 99. Надо первое выяснить, сколько таких чисел. Вспоминаем, шаг у нас в единицу. Поэтому вычислить количество не составит труда. Либо использование формулы, либо сразу 99 минус 10 и плюс 1. И таким образом мы убедимся, что двузначных чисел всего лишь 90. И находим по формуле n-ого члена s90. Первое 10, последнее n-ое член 99 делим на 2, умножаем на количество и получаем ответ 4905. Мы перейдем к более интересной задаче, на мой взгляд. Она была предложена в 2019-2020 учебном году на репетиционном тестировании под номером b8. Найдите сумму первых 100 натуральных чисел больше 10, которые при делении на 5 дают в остатке 3. Ну, опять же, первое, что нужно сделать, выяснить, что это за числа. Первое 100 натуральных больше 10 при делении на 5 в остатке 3. Какое же будет у нас первое число? Ну, конечно же, это число будет 13. Какое будет следующее число, которое в остатке будет давать у нас 3 при делении на 5? Конечно же, это число 18. Какое следующее число? Это число 23. И так далее. Заметьте, что у нас каждое последующее на 5 больше предыдущего. То есть у нас эта последовательность образует арифметическую прогрессию с разностью равную 5. Раз нам найти сумму первых 100 натуральных чисел, давайте найдем сотое число в данном ряду. По формуле n членом а первое плюс d умноженное на n минус 1. Подсчитайте. 5 умножим на 99 и плюс 13 получим 508. И теперь проблема не составляет найти их сумму по формуле s1. То есть первый член 13, сотый член это 508, делим на 2 и умножаем на их количество. Конечно, обратите внимание на следующее, что мы можем 100 разделить на 2 и у нас получается сколько? 521 умножить на 50. И несложно вычислить, что это получается 26 050. Д 8 задание. Согласитесь, что решаем хорошее задание. На первом этапе прошлого года на репетиционном тестировании предлагалось найти сумму всех отрицательных членов арифметической прогрессии, у которого разность 13 члена из 6 равна 28, а 14 член равен 26. Вспоминаем о том, о чем я говорила. У нас очень много неизвестных в этой задаче. Значит, наша задача сделать их меньше. И, конечно же, когда у нас есть 13, 6 член, 14, значит, воспользуйтесь формулой n-ого члена. И распишите 13 член как a1 плюс 12, 6 член это a1 плюс 5, 14 член это a1 плюс 13d. И вы получите систему, у меня неизвестную. Давайте посмотрим решение данной задачи. Вот система, про которую я вам говорила. Преобразовывая все слагаемые, решая ее, вы должны получить разность равная 4, первый член минус 26. Вот теперь мы переходим, еще раз почитаем, что требовалось сделать задачи. Найти сумму всех отрицательных членов арифметической прогрессии. Что это значит? Нам надо найти, сколько этих отрицательных членов содержится в этой нашей прогрессии. Для этого формулы n-ого члена a1 плюс n минус 1 на d-0 мы подставляем известные данные. Это первый член. Это у нас найденная разность. И, решая неравенство, мы выясняем, что n у нас меньше 7,5. Помним, что n – это натуральное число. Значит, самое первое 7 именно членов прогрессии будут отрицательные. Восьмое уже будет положительным. Поэтому мы начинаем искать сумму 7 членов. Можно также воспользоваться сразу второй формулой, которой вот здесь представлен ее вывод, опять же, а n-ое подставлено, и вот получена эта вторая формула. На что я обращаю внимание, что первую формулу и с n-ое, и формулу n-ого члена арифметической прогрессии знать обязательно. Вторую формулу можно всегда без проблем вывести, если вы что-то забыли. И все, получили формулу, подставили значение, и получили ответ минус 98. Вот эти две формулы обязательны для запоминания. Задание В5-ое предложено на арифметическом тестировании. В прошлом году, на втором этапе. Определите наименьшее количество членов арифметической прогрессии 4, 6, 8, которые нужно взять, начиная с первого, чтобы их сумма была больше 270. Подумайте, что вы можете предложить по решению данной задачи. Здесь у нас уже нужно работать с формулой суммы. И опять же, если мы смотрим, что сумма больше, либо меньше какого-то значения, и, значит, у нас получается, надо решить неравенство. Давайте посмотрим на само решение. Значит, первый у нас член определен, это 4. Поскольку второй 6, значит, разность у нас равна 2. Можно записать основную формулу n-ого члена, а первая плюс d на n-1. Преобразовав его, получаем ее вид 2 плюс 2n. И формулу sn мы подставляем, а n-ое согласно выведенной формулы 2 плюс 2n. И хитрыми преобразованиями мы можем свести sn как 3n плюс n квадрат. Поскольку у нас сумма должна быть больше 270, у нас получается квадратное неравенство. При решении квадратного неравенства, здесь предлагается методов интервалов, мы получим с вами ответ в двух промежутках. От минус 2 до минус 18, в объединении от 15 до плюс 18. И обращаю внимание, что n это натуральное у нас число, наименьшее количество натуральное, то есть наименьшее число, которое входит в данные промежутки, является число 16. Интересные примеры связаны с прогрессами, они связаны с какими-то вычислительными примерами и решениями уравнениями. Вот я бы хотелось еще на этих примерах заострить ваше внимание. Запишите, пожалуйста, вычислить сумму. 60 в квадрате минус 59 в квадрате плюс 58 в квадрате минус 57 в квадрате плюс и так далее. Минус 3 в квадрате плюс 2 в квадрате минус 1 в квадрате. Ну, конечно, можно вычислить сумму, возводя 60 в квадрате, 59 в квадрате и так далее. Но мы таким путем не пойдем. Давайте попробуем данную сумму каким-то образом преобразовать. Я ее обозначу, допустим, через а. И я вот замечаю, что 60 в квадрате минус 59 в квадрате – это у нас разность квадрата. Кто забыл формулу разности квадратов, я напомню. Извините, а квадрат минус b квадрат – это будет а минус b умножить на а плюс b. Значит, если мы имеем 60 в квадрате минус 59 в квадрате, соответственно, это будет 60 минус 59 умножить на 60 плюс 59. Заметьте, что первая скобка дает единицу. Ну и, соответственно, у нас вторая скобочка. Мы ее сумму просто перепишем. То есть 60 плюс 59. Далее у нас будет 58 в квадрате минус 57 в квадрате. Аналогично распишите по данной формуле, что у нас получается. 58 минус 57 умножен на 58 плюс 57. Что дает первая скобочка? Единица. Что у нас остается? Плюс 58 плюс 57. Ну и нетрудно заметить закономерно, что в дальнейшем мы получим плюс 2 и плюс 1. Ну и теперь, думаю, все догадались, что у нас получилось последовательность. 60, 59, 58, 57 и так далее. Каждое последующее, начиная с 60, у нас меньше предыдущего на единицу. А если эту последовательность проще рассмотреть, мы можем как 1, 2 и так далее. Ну, соответственно, у нас 57, 58, 59, 60. То мы получаем арифметическую прогрессию. Разность ее будет равна единице. Если бы вы рассматривали первый член 60, у вас была праздность минус единицы. Решение было бы аналогичное. Значит, что мы теперь делаем? Всего у нас членов сколько? 60. Значит, надо найти сумму 60 членов. Первый член у меня единица. Н-ый член у меня 60. Делим на 2. И в данном случае умножаем на 60. При нехитрых подсчетах 61 надо умножить у нас на 30. И получаем мгновенный ответ. 1830. И пример, который связывает прогрессию и решение уравнения. Найти корень уравнения. Опять же, если рассмотреть слагаемое, как а первое, х плюс 4. А второе, х плюс 9. А третье, х плюс 14. И так далее. А n-ое, х плюс 54. И в итоге нам еще дана сумма sn, которая равна 330. Найти корень уравнения. Значит, нам в данном случае надо найти неизвестный х. Посмотрите, пожалуйста, на а первое, а второе, а третье данной последовательности. У них есть связь. Каждая последующая у нас на 5 больше предыдущего. То есть, что у нас получается? Разность равна 5. И, конечно же, эта последовательность является арифметическая прогрессия. Что нужно найти? Мы не знаем, сколько таких слагаемых. Значит, вспоминаем формулу n-ого члена. А n-ое нам известно. х плюс 54. Равно а первому, это х плюс 4. Плюс d умножить на n минус 1. То есть, подставляя формулу n-ого члена, мы, решая данные уровни, причем замечаем, у нас двумя неизвестными, но х у нас взаимно уничтожится в левой и правой части. И решая, вы получите, что у нас в данном случае сначала можно выразить n-1. Это 54 минус 4 делить на 5, 10. И n у нас будет равно 11. Все. У нас дана сумма. Мы нашли наше n. То есть, у нас s11 равно 330. Расписываем по формуле n-ого члена. То есть, а первый член х плюс 4 нам дано. Прибавляем n-ый член х плюс 54 делим на 2. Умножаем на 11. Это равно 330. Обратите внимание, что при решении вот этого уравнения я бы предложила вам разделить левую и правую часть на 11. 330 делится на 11. Здесь, преобразовав это 2х плюс 58 делить на 2, у нас это будет равно 30. Здесь можно сократить на 2. То есть, х у вас получается плюс 29 равно 30. И отсюда мы получаем х равно 1. Значит, наш ответ 1. Согласитесь? Достаточно? Хорошо, красиво, просто решается данное уравнение. И я думаю, встретив похожие задачи на предстоящем централизованном тестировании, вы достаточно легко с ними справитесь. Я хочу предложить вам несколько заданий для самостоятельной работы, которые вы постараетесь решить самостоятельно, а в конце, не подсматривая, вы проверите свои ответы. Значит, первое задание. Амфитеатр состоит из 10 рядов. Причем в каждом следующем ряду на 20 мест больше, чем в предыдущем. А в последнем ряду 280 мест. Сколько человек вмещает амфитеатр? Второе задание, предлагаемое было в результате сирование в 19-20 году, дана арифметическая прогрессия, заданная формулой n-ого члена. А n-ое равно 5-2n. Вам необходимо решить здесь на самом деле А, Б, В, Г, 4 задачи. Из предложенных вариантов выбрать верное. И ответ у вас будет в соответствии конкретного задания под буквой и конкретного ответа записанного под цифрой. То есть для этой прогрессии вам надо найти А, разность этой прогрессии, В, номер первого отрицательного члена этой прогрессии, В, число минус 27 является членом этой прогрессии, надо найти его номер. И Г, сумма первых 5-ти членов этой прогрессии равна. Из предложенных 8 вариантов вы выберете верное. И на ЦТ 20-го года было задание В1. Опять же, дана арифметическая прогрессия, заданная у нас формулой. Значит, где у нас А9-А3 равно 12, А10 равно 14. Вам нужно найти А, разность этой прогрессии, В, первый член этой прогрессии, В, сумма первых 8-ми членов этой прогрессии. Не торопитесь заглядывать в ответы. Сделайте паузу. А потом можете себя проверить. Я надеюсь, что у вас все получилось. Тему вы эту поняли. И если встретите подобные задачи, У вас все получится. Поэтому я буду рада, что у вас все получилось. Но если у вас задачи вышли с какими-то недочетами, Еще раз прослушайте данную лекцию. И тогда обязательно все получится. Всего вам самого хорошего И самых высоких результатов На централизованном тестировании.